как вы себе представляете квартиру в которой живет актриса снимавшиеся в голливуде а сейчас она успешный менеджер актеров я вот уже знаю и сегодня вас проведу в гости к олеся грибок я олеся грузинская вы на канале грузинская по домам поехали привет алиса приятно познакомиться и очень удобно сегодня будет так я предвкушаю очень интересный ролик где поставить обувь они не пройдем не надо разуваться не называть у нас съемочная площадка скажем так да мы уже лет вот сколько мы живем совмещая студию и квартиру мы не разуваемся потому что это опасно ты можешь удариться там пальчиком наступить на кабель зацепиться за штатив вы сейчас пройдете это не потому что там да нам разрешаете когда приходят гости особенно если дети приходят то мы проводим прям осмотр студии объясняем смотрите это провода это штатив здесь нельзя там бегать там здесь осторожно стараемся но вообще она выглядит супер как-то просто футуристично очень необычно это ваша в собственности вы снимаете нет мы арендуем и но арендуем скажем так наверное по сердцу то есть мы очень любим лофтовое пространство чтобы много света много пространства если я не ошибаюсь квадратных метров около 120 130 не очевидно я вижу только одно пространство в этом весь кайф олеся мацкевич грибок автор книги основатель школы по менеджменту кино актера идеолог профессии таллинт менеджер актера кино как актриса снялась в 30 картинах съемки одной из них проходили в голливуде партнером по съемочной площадке был эрик робертс стало широко известно благодаря рилс о российском кино и сериалах ты живешь на старом арбате и мне почему-то кажется что это как бы не самый очевидный выбор но то есть для человека который не был в москве может быть звучит гордо я живу на арбате но для человека который хотя бы раз побывал на старом арбате это вот точно не то место если честно которое вот как бы привлекать к жизни хотя может быть и тогда иначе расскажи ты знаешь арбат это же вот сосредоточение актеров каждый человек который приезжает в москву мечтает попасть на арбат спросил него он тебе скажет красная площадь и арбат это с одной стороны с другой стороны действительно когда ты в москве я вообще не люблю старый арбат я не доверяю и мне очень сложно мириться вот совсем как бы каким-то туристическим что происходит но мало кто знает что шагнув вправо с арбата там потрясающие московские улочки но самое главное арбат это такой ураган энергии здесь столько историй что и вот просто здесь ничего не может там не происходить чего-то там дома актеры театры все актеры которые здесь выступают обязательно придешь на арбат обязательно встретишь актера а ты когда-нибудь вот была тем самым актером который на арбате маяковского читает нет никогда потому что я не училась москве в театральном и я приезжала уже снимающейся актрисой я и вообще не актриса по образованию я режиссер по образованию и училась я в минске вот но центр мне очень нравится краски неочевидный какой-то момент вообще мне очень нравится все неочевидно мне кажется все что я делаю в этой жизни она вызывает очень много вопросов как жизнь на арбате и удивлять поражать чем-то нестандартным мне это очень нравится это дает мне заряд какой-то энергии внутри вот это собственно гостевой туалет гостевая ванная да очень часто у нас бывают актеры там они могут здесь немножко там под гримироваться и тогда вот сразу видно дом актера гримерное зеркало в полный рост стоит прям в туалете напротив унитаза наизучать свои игровые стороны это шкафы они вот так какой то все немноголюдно они очень сильно гремят я по утрам ну так они выглядят так как будто средневековый замок просто какой-то утром тихонечко не соберешься выйти да это моя голова не на новый год подарили как-то я немножко разрисовала эту картину мне подарили в екатеринбурге мама актрисы она была прям свеженькая я вообще очень люблю такое современное искусство причем я люблю истории то есть не просто вот какая-то известная картина эту нарисовала дочка ильи моего мужа причем она была у нас в гостях я считаю ой вру-вру она была у нас не в гостях она нарисовала я увидела ее в инстаграм и думаю надо значит илье предложить ее купить я прихожу домой илья горит я решил купить саш картину уже необычная история отец у дочки покупает карта совпало очень интересно часть части реквизита наших рилсов мои книги и вообще потрясающие три здесь вот где-то еще до вторая часть вот они здесь напоминают мне скажем так вообще очень нравится мне эта часть библиотеки потому что у нас накапливается очень много книг они здесь не все распакованы периодически я поднимаю что там беру вдохновляюсь хотя вот конкретно библиотеки что они так часто там это царство нашего кота а где он не знаю а ведь помимо того что это старый арбат это ведь еще и два самых крупных известных кинотеатров москве октябрь в котором все по моему премьеру проходили до того как появился художественный и он тоже здесь рядом как вот актриса и два кинотеатра вот насколько ты часто в них бываешь премьеры посещаешь что это для тебя мне кажется так часто что я не могу себя уже отделить этих двух мест и вообще мне есть такая теория что актер не может быть ни в каком другом месте кроме как то где кинематографисты если есть художественный и кофейня в художественном ты можешь кофе пить только там ну то что если ты живешь в кино то это твоя экосистема жизни и грамм переехали первый раз в центр вот сюда на гоголевский оказалось это супер удобно ты не тратишь время там на а еще в семь часов все премьеры ужасно неудобно у нас художественно это больше кинотеатр про авторские какие-то премьеры люксовые закрытые больше такие бутиковые на небольшое количество зрителей а октябрь это прям самый примерный кинотеатр ты это любишь вот мне кажется так многие стремятся на вот эти дорожки ну по крайней мере с тех кто живет в москве я люблю все что происходит в кино особенно люблю естественно красные дорожки больше то что происходит за ней чем на ней потому что я работаю с актерами и это очень ритуальный мне кажется момент для актера выйти на дорожку и как бы мы не относились к этому как повседневной своей работе у меня даже кстати вот на курсе у меня был экзамен познанию карты рынка кино мы пили шампанское то есть прям идет экзамен а у меня ручка шампанское потому что в кино же очень часто сделки договоренности знакомства происходит такой атмосфере и ты должен уметь сохранять продуктивность понимание четкой своей стратегии при этом быть бокалом шампанского в прекрасном легком настроении в этом вся киноиндустрия но вот столько премьер спустя это все еще остается вот таким сегодня я буду такая нарядная праздничная потому что для меня вот это праздник или это ручно нет это рутина но другое дело выдержать эту рутину таким праздником и всегда задавать тональность этого праздника мне очень нравится такое условное зонирование в этой студии пространство как бы остается все равно открытым но зоны есть вот это лофтовая такая космическая скажем так часть она очень уютная то есть нужно сесть обсудить какие-то моменты эта часть кинотеатральная скажем так домашний кинотеатр и мы очень часто смотрим очень часто смотрим кино разворачиваю иногда смотрим какие-то актерские там материалы можем развернуть недавно к нам приезжал режиссер мы смотрели монтаж тизера короткий метр его смотрели мне кажется что у каждого актера должен быть огромный вообще экран чтобы он смотрел на себя привыкал к себе обожал себя в кадре кино смотрел гостиная объединенная с кухней я обожаю этот формат мне очень нравится что здесь двигается мебель и да она все на колесиках я вижу да и до того как мы переехали у нас в другой студии были передвижные полки книжные и мы могли переставлять прям какую-то декорацию из этого делать поэтому и мы таки пришли все это любовь это наше пространство мы дошли до кухни а тут больше съемочная площадка чем кухня как будто бы а как часто вы используете как кухню ну примерно раз в неделю так чтобы вот приготовить какой-то ужин в плане домашнего какого-то уюта семейной такой истории потому что в основном это всегда либо вебинар либо прямой эфир либо съемка рилс сейчас там мы немножко уже выставились на нужное нам направление и в любом случае здесь всегда очень много проводов оборудования запахи особенно на съемочной площадке общение очень-то мотивирует к работе а я вообще не вижу даже плиты а плита есть холодильник он вообще есть где-то здесь да он есть прямо за тобой можно открыть посмотреть овшись как продукты давай я не знаю на самом деле да там есть потому что они за хорошо мне нравится я недавно была у родителей в беларуси вообще-то почти полный холодильник что то есть да но ты судя по всему не очень часто его открываешь просто не знаешь что там есть ну не очень часто там как раз какой-то домашнее стоит домашние лежит колбаски мясо варенье то что я не буду есть ближайший месяц точно в целом здесь ничего типа такого из чего готовится а ты вообще готовишь ты знаешь я очень много лет я очень много лет уже на питание определенным по спорту у меня есть гриль и я готовлю стейки себе то есть это как бы ну сложно назвать готовкой то что просто бросил мясо и ты его съел все но я люблю печь я люблю духовка тоже где-то запрятана не духовки нет в этой студии к огромному сожалению мне очень хватает когда хочется помедитировать когда хочется прямо с мужем приготовить что-нибудь такое там вот чтобы было прям тепло тепло по-домашнему а как муж относится к тому чтобы ты только жаришь стейки там допустим в холодильнике не знаешь что лежит для него это как вообще-то было его инициатива не готовить дома потому что когда я помню я была на съемках я снималась в проекте меня не было в москве месяца 4 и за это время он как раз таки переехал впервые в нашу первую студию совмещенную где мы жили и снимали и когда я вернулась со съемок а я жила четыре месяца в отеле он сказал что мы не готовим с этих пор у меня была истерика если нет я хочу ходить в магазин я хочу готовить хочу выбирать продукты то что я за эти четыре месяца в гостинице уже просто вот я хочу дома быть но поскольку первая наша студия была крохотная просто была вот такая вот малюсичка нас было реально просто вот площадка фон камера стояла и на втором уровне была кровать под кроватью была ванная и все там никаких запахов вообще не могло быть мы ходили кушать там какие-то были вокруг был очень хороших мест где кушать бизнесмену все бизнес-ланчи с тех пор в общем то это его инициатива я здесь смирилась ты смирилась тем что муж говорит тебе не готовить получается да этот парадокс но да но потом ты начинаешь со временем когда впервые помню после этого стала готовить салат я тратила 40 минут на салат я так обещала так как бы за 40 минут сколько я могу всего сделать по проектам по работе вместо того чтобы либо просто прогуляться по улице освежить голову я для меня стало очевидно что больше так не будет и что вы заказываете готовую еду или идете куда-то в ресторан или вообще не едите нет мы ходим здесь вокруг иногда можем там купить принести домой иногда что приготовим если мы точно знаем что сегодня нет никаких там особенных планов по гостям там и так далее но чаще всего выходим здесь прекраснейшие вообще места в этом роде будет один твой любимый ресторанчик на районе гоголь-моголь сто процентов потому что там так все очень часто бывают актеры продюсеры не знаю с чем это связано не разгадала но мы постоянно там видим определенных людей это место не сетевое в отличие там от других только два в москве и мы лично знаем хозяев это очень вкусно так а ты в центре москвы вообще давно живешь лет пять да почему почему на центр москвы потому что изначально у нас студия записи визиток и квартира были отдельно но они были через дорогу а потом красный а потом мы так посетили посчитали муж и решили что нам нужно просто объединить но жить дороже в центре чтобы это было удобно актером то есть поскольку мы вот из 105 лет четыре года жили студии я должна быть пешая доступность к метро я должна быть просто объяснить простая входная какая-то группа они как обычно кастинг у тебя там значит заботы и вот из 15 этажей ну и это оказалось супер как это логично просто объединить суммы аренды студии и квартиры а потом мы стали обрастать уже оборудованием как бы понятно что площади стали расширяться расширяться ну вот мы по центру перемещаемся я уже не могу представить себе как это жить не в центре потому что москва она тебя обязывает очень много считать время то здесь самое дорогое то время проще жить дороже в центре на экономе четыре часа в день на дорогу чем жить далеко и тратить четыре часа на перемещение это правда я так такого же мнения какая у тебя эволюция жилья вообще была то есть какой в каком доме ты в детстве жила там в москве сколько квартиру же поменяла в москве очень много раз два три шесть штук наверное семь восемь и все они в центре были последние пять лет в центре до этого было три места а нет группе самое первое тоже был центральный проспект мира было очень круто мы снимали комнату когда переехали в москву первое там полгода наверное и мы жили на проспекте мира из там суть была в том что вокруг этой квартиры было пять фото студии в которых проходили рекламные кастинги я в отличие других актеров на эти кастинге ходила пешком то есть я могла вернуться домой пообедать и бегать по рекламу да а вообще эволюция я ее так выражаю в детстве как бы ты живешь в комнате которой родители поклеили обои ты как бы еще нужен спросить имеешь ли ты право плаката группы хим наклеить на стенку поэтому сейчас ты выбираешь то окружение визуальное какое-то которое будет отражать твой внутренний мир для нас куда ты вообще ладно из-за под минска в белоруссии маленький очень город радашковичи у меня в телеграм мне кажется больше людей чем вы дышите а в москву когда переехала в пятнадцатом году пятнадцатом да я написал первую книгу по менеджменту киноактера мы переехали вот прям ровненько да я помню была презентация в минске первое и тут же там через месяц мы уехали в москву потому что было очевидно что как бы невозможно беларуси развить такую тему нужны другие масштабы производства кино и как оцениваешь прогресс московский вообще москва ожиданием твоим соответствовало знаешь один раз она меня прям щелкнула я бы сказал мне кажется у каждого человека в москве бывает такой период когда она тебя испытывает остаешься ты ли уже ты там живешь на не то что на прошуточный минимум на талончик в метро но в целом я не могу сказать что я прям люблю люблю этот город он воспитывает в тебе такие черты которые я наверное не хотела бы иметь когда приезжаю в минск я очень очевидно прям вижу в коммуникации что во мне исключительно московского например считать время для меня неоправданно люди тратят время в москве например в минске у меня была машина это было огромное удовольствие потому что очень люблю водить мы приехали в москву два года она стояла во дворе просто стояла не никто не ездил потому что такси это дешевле чем уход это удобнее вообще намного надо искать где парковать а у нас как бы код еще просто есть чтобы понять в москве снять квартиру с котом в два раза дороже чем с машиной жить мне кажется еще в три раза дороже то что парковочное место в москве зарабатывает в чат больше чем некоторые актеры ты написала три книги во сколько ты написала первую сколько тебе лет было 26 27 как ты вообще решила прийти к тому чтобы написать книгу мне кажется это как будто бы ты должен дойти до такого момента когда опыта уже так много что им надо делиться ты знаешь решение было скорее от того что я поняла как много актеров этом нуждается и ты один никогда в жизни не справишься с таким количеством мастер-классов встреч которые ты должен дать и это как бы требовала вообще всякий на индустрии эту книгу и как какой эффект она возымела на рынок как ты думаешь чудо не произошло с первым изданием да никто и вы журналисты вообще говорили что я написала и для себя но по факту то так и есть я была актриса у которой не было ни одного ответа ни на один вопрос и два года считал себя актриса без фотографий в каком плане что что без актерского портфолио в то время как я вернулась из лос-анджелеса где ты заходишь в книжный вот как у меня вот так полки только там вот просто от пола до потолка все для актера просто бери читай и ты получаешь все что тебе нужно пошагово а что нужно что вы для чего актера читать вот эти книги что в них смотри я считаю что актер который прочитает все и сделает то что написано в книге станет популярным востребованным потому что по факту ты тебе просто нужно делать хорошо базовые вещи какие например базовые вещи актера базово хорошо строить коммуникацию понимать что происходит на обратной стороне не у меня у актера что я хочу а что чувствует кастин директор что ему нужно что нужно режиссеру и продюсеру базово делать хорошие актерские материалы фотографии видео творческие материалы базово классно уметь презентовать свой проект чтобы получить следующий проект классно а ты при этом сама из актерской деятельности совсем ушла или отложил ее на второй план как-то что актерство для тебя сейчас однозначно я предана на данный момент менеджменту киноактера вообще этому движению скажем так идеи самой того что актер необходимо как бы с точки зрения бизнеса подходить к профессии монетизировать творчество потому что если эта профессия должна обеспечивать твою жизнь у меня в моем сердце есть один проект и у меня есть по нему обязательства потому что мы сняли уже тизер полтора года назад и пока что ничего более интересного я не читала а какие-то для себя поставила чекпоинты которым ты идешь что для тебя вот там следующий успешная проект или успешный шаг что это не могу наверное говорить что это конкретно но это шаг который я прошла например я четыре года работала с кристиной только с актрисой с крестиной корбут следующий шаг я очень хотела актера взрослого состоявшиеся медийного я начала работать с володей веревочки нам я для этого очень много себя выращивала как талант менеджера как человек который работает киноиндустрии готовила себя к этому вот и сейчас у меня это есть дальше я начала например преподавать в индустрии для режиссеров продюсеров и сценаристов уже не для актеров и мне сейчас наверное интересно знакомить кинокомпании понять чем я могу быть полезна для них потому что у нас есть электронная карта рынка и мы ее дальше развиваем еще глубже большая разработка большая разработка диагностика актерской карьеры электронная это вообще ребят сорян но мир не будет прежним после этого звучит как диагностика какая-то здоровье организма как проходит чек-ап актерской карьеры есть ты каждое утро проходишь жив пациент или не очень и получаешь шаг который нужно сделать этого нет нигде в мире абсолютно нигде в мире это какая-то онлайн платформа когда размещать у нас на сайте актером точка ком слэш тест каждый актер может абсолютно пройти получить первые шаги сообщество моё у меня сообщество актеров которым около 400 актеров они получают полную вот прям полные ответы по диагностике а вот кстати если ты справа обратишь внимание на с равноправие бокалов и объективы очень красиво считаю что объективы должно быть больше чем бокалов мы стремимся на самом деле любопытно то что когда мы начинали вообще снимать у нас был один объектив и один фотоаппарат и сейчас у нас продублирована студия отдельно офис там где находится студия для видеосъемки и дома почти такой же может быть даже больше парк оборудования чем там студии я вижу огромную батарею ну ладно не огромная вижу батарею бокалов и при этом абсолютно пустой винный шкаф а вы если я правильно понимаю вы с мужем не пьете очень редко чаще всего он один может выпить бокал вина я его не поддерживаю либо поддерживаю бокалы минералки но довольно редко человек который бегает в пять утра просто мне кажется не может себе позволить вечером нет мне по питанию еще можно красное вино например сухой шампанское так что если что мне можно красное вино шампанское мой глаз вообще конечно с одной стороны радуется с другой стороны давно не видел такой системности здесь помимо того что бокалы с объективами еще и вот всякие детали куча пауэрбанков мышка всякие зарядочки и все это разложено но это все потому что это все про безопасность типа у тебя не могут там провода валяться ну как куча проводов они должны быть систематизированы хотя бы вот по таким кейсом это чья инициатива раскладывать все по линеечке твоя или мужа мужа мне кажется но я его поддерживаю на что вот эти кейсы я ему дарила я же вижу что ему интересно и важно я на самом деле несмотря на то что я работала продюсером я не очень как-то любила все вот эти вот там все это аккуратность такой вот педантичность хотя я когда работала продюсером платила штраф за то что я испортила некоторое оборудование но именно вот любовь к площадке к технике к тому что каждый проводочек действительно очень дорогой и его нельзя переломать там как-то с ним неаккуратно это все-таки мне привел муж а здесь у вас не только киностудия но и музыкальная какая-то студия тоже любите как кино да мы очень любим проигрывать и и кино что слушайте покажи но там кино в основном конечно я настолько не в теме что я не совсем понимаю что музыка саундтреки да да это однажды в голливуде мы можем поставить что-нибудь мне кажется кто-то нам подарил эту пластик у нас стоит наверное да это как раз однажды в голливуде и стоит да это она если подключен а здесь же на арбате есть магазин винила там мы как раз покупали микрофон недавно не не пластинки а микрофон ты упомянула что ты бегаешь и причем я уже даже знаю во сколько ты бегаешь но озвучь пожалуйста это для наших зрителей во сколько ты выходишь на пробежку в 536 у себя встаю в 5-5 30 1 полчасика и так еще пила эспрессо свой как символически заряженные и выбегая тебе искренне комфортен этот режим или ты заставляешь себя так же нет мне искренне комфортно и вообще с пяти до девяти утра мирная для меня самое продуктивное время в плане творчества чистоты моих мозгов и мне очень сложно осенью зимой когда я встаю восемь-девять утра мне зимой все-таки сдвигается да я встаю с рассветом в этом я могу кстати в 4 утра просто другое дело что в девять вечером невозможно лечь спать как бы даже город весь энергетический он еще прям в такой надвижи да я ближе к рассвету и это время когда город очень чистый нет людей машин и можно себя услышать то есть вот понять ты чего хочешь потому что днем от 9 утра начиная все там уже начинается какой-то безумный движ захламлена голова невозможно понять услышать свою интуицию сегодня что что-нибудь услышала такое прям отдельное важное на пробежке да я сегодня выгружалась что во-первых приезжалась пробежки вычитывала договор по актеру по проекту и писала текст рилс то есть мне нужно было с чем не нужно я написал структуру а мне нужно было ее перевернуть то есть то что я хотела в финале самое сочное поставить самое начало и при этом чтобы финал не провис и во время пробежки у меня утрясается я как бы начинаю понимать ага как это сделать мне очень важно прибежать максимально быстро выгрузить это не забыла а пробежки опять же я знаю что ты километров по 10 до моему бегаешь это тоже из большой любви или это какая-то надо дисциплина вот и мне интересно сама просуждать я не всегда любила пробежки сто процентов но мне удивительно почему мне никто например в школе не привил любовь к спорту у меня есть потребность мне кажется даже на физическом уровне то есть мне без спорта очень тяжело очень тревожно я думаю что это связано со связью с телом то есть когда я просыпаюсь мне очень важно почувствовать свое тело прийти в себя вот натурально прийти в себя ну тебе нужно 10 километра иногда этого три километра 5 километров это стыдно для меня 5 километров это я тогда типа радио послушала я когда выхожу на пробежку 3 когда увижу ты молодец Олеся просто красава нет бывает такое что я как бы и такая 5 пробежала такая так все молодец хоть так вот сегодня 8 пробежала даже не почувствовала этого я не как бы не понимаю я как бы затратилась вообще или что что произошло а десяточка это прям супер знаешь иногда такое бывает когда вот нужно буквально вот еще вот капельку и это именно эта капелька она шлифует весь процесс а здесь расскажи немного подробнее что это все за техника просто какая-то подготовка к полету в космос практически так сейчас расскажу три компьютера да я правильно понимаю три монитора по крайней мере да потому что сюда мы записываем в определенную программу то есть мы пишем не на камеру а в программу там еще не совсем ко мне вопрос не осознаю что нужно куда нужно нажать это для звука это компьютер мужа собственно он в съемке не участвуют наушники звук монитор плейбэк обязательно камера свет это российский аналог киношного кинофло он немножко тяжелее чем кинофло оригинальный киношный но это очень хороший свет микрофон вот купили сейчас микрофон чтобы не писать петличку потому что переодевание все время получается не очень ровный звук ильяна столько вообще прям вот в этом плане педант он все время что-то усовершенствовать но я такая впала в азарт и недавно могу так что тебе нужно докупить из оборудования давай что мы сделаем добавим если честно у меня такой легкий тремор волнения потому что мне это все кажется таким классным увлекательным и вот мне кажется что процесс съемок становится как будто бы даже интереснее и приятнее когда у тебя вот так все настроено когда все есть звук и так далее и для многих причина сорвать это арбат да в этом обратная сторона приветственного арбата кстати многие срываются мне кажется как раз потому что так пока я достану телефон найду свет звука тут машины сигналят как вот и ну и срываются из-за этого не снимают но вот есть какие-то у тебя советы ведь такое оборудование далеко не каждый может тебе позволить далеко не каждому не сорваться далеко не каждому нужно такое оборудование если мы говорим например про там съемки самопроб для актеров если ты играешь небольшие роли в которых небольшой гонорар то тебе не нужна камера за 2000 долларов вот если ты примерно да но если ты и пресендуешь на главные роли и твой гонорар исчисляется просто то огромными суммами то ты не можешь писать самопробы на телефон тебе нужно профессиональное оборудование в котором можно сделать классный звук еще и нюанс в чем когда утверждают например актеров эпизодов у которых гонорар в россии ну грубо говоря от 3 там до 15 тысяч рублей то самопробы смотрят на телефоне кастинг-директор быстро посмотрел показала режиссер утвердили главных героев смотрят вот на таком экране на огромном просто в кабинете продюсера и там видно и слышно все видна картинка слышен звук и продюсер прекрасно понимает какого уровня это актер в плане там своего окружения не знаю это же очень важно восприятие качество картинки очень многие снимают рилс далеко не все снимают их так качественно чтобы человек зашел и не мог выйти то есть он попадает ему просто становится хорошо и он не может объяснить почему а потому что это снимается не дома и вообще лицо человека не предназначено для того чтобы снимала камера лицо человека должно быть загримировано озвучено там поставлен на свет должен быть выставлен чтобы она выглядела как лицо человека что это вообще-то как бы ну вот эта вот штука она искусственная она не природная это не солнечный свет я в восторге от вот этих четырех аж получается зон в окнах ты используешь как-то до каждый день реально что делать максимально получаю удовольствие сижу пью кофе могу просто сидеть и смотреть на улицу реально просто тупить вот такие эти штуки тоже что такое да это очень теплый свет вот зимой это прям удовольствие тепленький свет включить вот так посидеть на диванчике я кстати мне кажется только в этой студии научилась сидеть на диване а что тогда это стоя всегда нет просто у меня есть такая история я даже в ресторане не могу сидеть с расслабленной спиной как-то вот ну особенно если я работу если что-то обсуждаю обязательно должна быть прямая спина и я как-то себя прям переучала чтобы я могла расслабленно работать потому что люди напрягаются вокруг понимаешь ты как бы вроде бы нормально себя чувствуешь но ты все время такая по струнке и они начинают подтягиваться когда работаешь с командой прости кстати про команду я могу голосовой записать да хорошо одели до планерку на 11 если дима не против и посмотри пожалуйста мне в екатеринбург на фестиваль короче отель либо квартиру посмотри сроки когда проходит фестиваль я точно не помню середине августа и билеты на самолет стоимость билеты желательно в день открытия и на следующий день после закрытия спасибо да это моя помощница удобно наверное да кстати когда вот так вот не тебе не нужно самой тратить на это время очень удобно я работаю с помощницей года наверное два у меня было три ассистента вот моя 3 3 ассистентка она актриса и так немножко зарабатывает и прокачивается и помогает мне я стараюсь очень многие процессы сбрасывать на ассистента а фестиваль тебя приглашают или ты сама узнаешь где фестивали и решаешь что тебе нужно там появиться как это происходит по-разному в основном есть несколько фестивалей которые ты обязательно посещаешь год обязательно вот это даже не обсуждается не всегда у тебя расписание и всю занятость и как бы формируешь так чтобы это время было свободно актеры далеко не всегда успевают поехать на фестиваль тем более на весь срок фестиваля если ты неделя но ты ездишь во первых ты насматриваешься контент актуально смотришь во вторых ознакомишься очень много презентуешь своих актеров пока не снимаются ты сказала про 120 метров мы уже закончили практически экскурсию а я все еще не вижу где эти 120 метров потому что я не понимаю где вы спите явно не на диване это на самом деле одно из самых больших удовольствий когда гости приходят они не знают что за этой стеной на отдельное пространство жилое то есть там спальня гардероб ванная второе спальное место на втором этаже и кабинет небольшой у меня есть такая скажем так ну история что и поскольку я очень активно веду блог и человек публичный и всем вообще актерам публичным людям советую иметь место которое ты никому не показываешь то есть место в квартире либо часть дня который ты никому ничего не рассказываешь это очень помогает эмоционально как-то себя сохранять и знаешь что понимаешь с тобой все в порядке ты не изменился несмотря на то что публичный человек мы зашли с тобой сегодня в кофейню и мне парень говорит а я вот смотрю ваши рилз это не всегда тебя устраивает в том плане что ты как бы тебя начинают навязывать на тебя определенный образ а если у тебя есть такое место я вот и да ты пока говори о знаешь что с тобой все в порядке реально нарния у класса рабочая зона про полноценный кабинет еще рабочий с такими же двумя окнами очень но мы уважаем личное пространство мы заглянули проходить особо не буду я еще вижу картину просто какой-то шикарный что она здесь было ли так это моя картина далее заказывала на заказ у белорусской художницы оли павлюковой она рисовала и ему то есть мы долго обсуждали концепцию что это должно быть эта картина в мой рост 164 сантиметра на диаметром до 177 очень классно и кстати вот я еще раз закрою и я пыталась рассмотреть когда ты сказал что есть где-то я вижу кстати очень обычный такой формат здесь все стыки сделаны молниями но не абсолютно все идентичны да как выглядит твой рабочий день вообще как вот есть у тебя рутина ежедневно что-то одно и то же или всегда меняются задачи чаще всего одно и то же то есть я стараюсь то что меняется вписывать в одно и то тоже я встаю в 5 5 30 пью эспрессо иду на пробежку либо на прогулку либо на тренировку во дворе я обязательно подтягиваюсь каждый день даже если я не на пробежке вообще не на тренировке я не могу выйти в магазин просто за кофе например на прогулку и не зайти во двор не подтянуться это исключено вообще могу очень тяжелую какую-то умственную работу люблю делать по утрам то есть писать новые вебинары структурировать новые вебинары писать программы новые курсы прям раскладываю вот так все эти бумаги либо вычитываю договоры сегодня утром вычитывала договор по актеру позавчера тоже вычитывала второй договор по актеру по 12 у меня может быть зум сообществом понедельник-вторник это планерки отдела заботы и планерка школы обязательно как бы понедельник-вторник стабильно они проходят вечером в часов там все могут быть прямые эфиры тоже какие-то могут быть там по сообществу мероприятия например спикер месяца оффлайн можно ходить и рилс если мы снимаем то на это отводится но по факту весь день то есть например если до 12 какие-то основные дела сделала мы начинаем снимать и до конца дня мы монтируем публикуем отслеживаем активность я отвечаю читаю комментарии сразу смотрю отклик что откликается иногда я могу в зависимости от этого поменять обложку рез потому что понимаю например что обложка не отражает содержание и перенастраиваю вам за нее премию дадут и помимо то серии лс это какая-то всего лишь такая вишенка из всего того что я делаю и он пристраивается к программе сообщества например и вот мы сейчас вообще на самом деле оказались в эпицентре как раз съемочного дня мы наблюдаем как эта квартира вполне желая очень уютная и классная превращается в полноценную съемочную площадку и вот этот человек который бегает вокруг нас это ведь не световик это ведь муж и твои можно бы представить это да познакомь потому что я мой муж партнер оператор рилсов режиссер постановщик всех прямых эфиров вебинаров всей технической части которая касается школы визуала стратег и креативщик серый кардинал твоего как раз знает меня лучше меня я работаю создал все условия чтобы я работала но это важно потому что вот ты говоришь что это все так столько оборудования это все так классно если бы не я то понятно что я это для меня просто магия магия я не знаю как работает пускай это просто работает я ставлю задачу я воплощает придумывает как это сделать технически вы с мужем и живете вместе и работаете вместе и вы соответственно ему жена и два партнера вы как-то вообще делите вот это время сейчас мы муж женой а сейчас мы два партнера да мне кажется нам это удается иногда это миксуется особенно кому очень большие скорости но в частности поэтому мы полгода назад решили развести студию и дом то есть условно грубо говоря сейчас у нас студии все-таки отдельно именно вот видео визитки для актеров потому что мы поняли что мы просто встаем ты как бы ставишь ногу на пол и все ты на работе и так происходит всегда поэтому мы развели я помню такой момент для меня очень примечательный мы снимали рилс или нет но это было давновато это было больше чем полгода назад и или мы урок какой-то записывали и я очень была уставшая я понимаю что нужно переписать я спрашиваю у ильи и я вижу что как он мучается то есть как мужу ему меня очень жаль потому что я реально была очень вымотанная но как оператор как режиссер он понимает что нужно переснять потому что я могу намного лучше как эксперт я у него спрашиваю прям ты сейчас меня жалеешь как муж он такой блюдо мне очень жаль типа но типа я понимаю что надо переснять и мы в итоге переснимали то есть иногда вот такие моменты проговариваем а какие то вот день сегодня вот мы идем чтобы просто гулять не разговариваем о работе вообще все святой выходной воскресенье есть такой день а удается не разговаривать равно все сводится к обсуждению работы но не все но как бы какие-то мы же замечаем что-то вокруг там люди какие-то впечатления а что можно было бы там использовать разгоняем идеи какие-то особенно выходной как правило мозг же освобождается и у него более свежие идеи рождаются а если попробовать попробовать хотя бы на секундочку представить что вот темы работы до вашей жизни не существует какие еще темы тебе интересны какие трогают тебя какие вообще есть моменты которые занимают время твое внимание наверное вот первое что не пришло в голову природа путешествие ну вот все буквально что вокруг происходит если мы говорим про илью то я общей любительница спрашивать например там а что а чем ты сейчас думаешь там или неужели он не отвечает ни о чем как все нет нет он прям отвечает о чем он думает иногда для меня происходят какие-то открытия например я помню что для меня было огромным удивлением что когда мы засыпаем и вообще разные люди то есть я думаю об одном когда я засыпаю у меня одна как бы система себя успокоить а у него совсем другая или когда просыпаемся например оказывается вообще другой человек какое-нибудь интересное открытие такое вспомнишь для примера что что он такого сказал что ты ничего себе ты умеешь об этом думать уже приходит в голову такое зачем и почему да одно из последних я очень рано встаю 5.30 он наоборот он очень поздно ложится и очень ну позже меня гораздо встает это большое событие если я проснулся очень рано я такой сразу так что не так то что не так пошло потом оказывается я просто очень громко шумела но он рассказал мне однажды что в 12 к полуночи у него наоборот поднимается энергия потому что он очень много выступала в молодости он хореограф по образованию и у него срабатывает рефлекс к полуночи он наоборот готов как будто бы выходить на сцену я была в шоке то есть то что меня раньше я не могла с тем смириться почему он так поздно не ложится спать почему так поздно встает а я же уже к моменту когда он просыпается у меня уже куча новостей я уже все и я значит так уже рассказываю уже стоишь над душой над подушкой да когда что же проснешься это так как собачка хорошие новости есть да но это огромное удивление что оказывается человек рядом с тобой может работать совершенно по-другому и ты иногда можешь не обращать на это внимание думать что почему просто думать о другом при этом при разнице графиков вы уже сколько ты сказал вместе прям какой-то очень приличный срок мы познакомились 14 лет назад женатым и почти 10 лет и эти графики соответственно не стали помехой вы я-то и вставать рано начала только года наверное четыре назад может быть но ты как-то нет как раз таки первые мы подъемы ранее начались мы вместе раньше обычно встали часов 10 утра потом в 12 начинали снимать например то что актеры пока проснутся пока доедут до съемки но потом я поняла что мне на себя времени не хватает на какое-то мое личное пространство и я стал вставать раньше 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 на два часа раньше на три часа раньше потом на четыре кстати интересное замечание про время для себя а вот она для тебя утренние до получается пока он еще спит а еще какое то есть ли у вас там раздельные выходные или раздельные отпуска чтобы нет я бы не сказала наоборот если мы едем вместе в отпуск мы всегда идем вместе в отпуск если мы едем в горы я думаю наконец-то наконец-то мы побудем вместе вот понимаешь такое ощущение то что 24 часа вместе но все равно в обсуждении проектов процессов в воскресенье очень мало одного дня выходного я наслаждаюсь вот этим хождением по горам когда опять 24 часа вместе вместе готовить вместе обсуждать листочки грибочки там козочек и вот эту вот гору вот и звучит прям просто шикарно но при этом были какие-то моменты кризисные когда то есть например из-за работы это сказывалось сложно на личном как и как вы преодолевали такие моменты разговорами сто процентов говорить почему так почему не так причем у нас разные мне кажется у нас разные воспитание системы в которых мы воспитывались и вот это тоже было для меня огромным открытием что оказывается мы немножко по-разному относимся например к интеллектуальной работе которую я в себе внутри себя обесценивала не считала что я заслуживаю отдых после например прямого эфира там он него нормально все было ну ты отдыхаешь прекрасно он как молчит просто в этот момент а я решила что он не осуждает и я вот несколько лет жила с ощущением того что мне кто-то не разрешает отдыхать хотя на самом деле мне никто этого никогда не говори сама себя не разрешала да и и когда я говорила типа ты-то у меня то-то то ты молчишь да нормально все типа да нормально нет ты вот сейчас прямо сейчас да нормально все а ты что делаешь вот пока вот это все технически настраивает какая твоя задача ты знаешь для меня на самом деле самая главная задачка для спикера это не расплескать энергию как бы и не потерять остроту этого верился то есть там то суть в чем ты за ультра короткое время концентрируешь такое количество информации каждое слово то есть я сижу например могу 10 раз перечитывать один и тот же сценарий удалять слова оставить другие проверять как бы насколько логически он там математически со всех сторон сошелся последний рилс у нас получится 55 секунд и я просто реально хохотала в голос потому что понимала что ну далеко не каждый человек способен за 55 секунд показать масштаб ну то есть такой объем вообще всего что происходит в российском кино мы можем посмотреть как вы снимаете рилс закадрово да я сейчас такая напрягалась какую какую секунду на самом деле секретная секретный ингредиент это мой мозг это то как я прихожу вообще к тому или иному шаблону в российском кино поэтому все остальное на самом деле может сделать каждый каждый может купить лампу микрофон там написать сценарий заказать сценарию стендаперов так мне кажется это же об этом и была кунг-фу панда ты помнишь секретный ингредиент секретно-ингредиентного супа его нет потому что секретный ингредиент это ты да смотри текст актеру обязательно нужно научиться и интересно играть скучно детективных сериалах исследователях расследователей чем суть я хочу здесь сделать заставку так как в следе конкретно оригинально в заставке она поворачивается вот так смотри она стоит вот так с пистолетом поворачивается вот так поворачивается и делает вот так но здесь у меня по тексту актеру нужно обязательно уметь看看 это интересна играть скучно детективных сериалах я хочу вместо щелчка Сделать поворот сюда Здесь сделать склейку Ужея с пистолетом Типа О следователях, расследователях И навести пистолет Актеру обязательно нужно научиться Интересно играть в скучных детективных сериалах О следователях, расследователях Это уже прям не Олеся Грибов Как будто бы передо мной сидит Это как будто бы твое альтер-эго Совершенно по-другому выглядит Как быстро тебе удается переключаться Между этими ролями Очень быстро, но это на короткое время Я могу быстро перенастроиться Но это долго не работает Это не 12 часов съемочный день Когда ты в одном образе Но на какое-то 10 секунд рилса Это можно сделать Насколько быстро можно выработать этот навык? Это же ведь навык, не какой-то дар Честно, я не знаю Я не могу сказать, что я была Супер-пупер комедийной актрисой Либо я была пародистом Но сейчас как будто Все, что я делала за все это время Оно как-то вот концентрированно собралось Я же еще работала много лет ведущей На телеке И я понимаю, что мне это очень помогает И актерская какая-то такая Плюс нет ответственности То есть я не обязана там Сейчас вживаться в этот образ Я снимаю внешнюю скорее форму Это, ну это забавно Какой твой любимый образ? Вот тебе каких героинь больше нравится Воплощать? Я очень много лет хотела играть Как раз таки Майку-растегайку Если вы смотрели мои рилсы Вы знаете о чем я Поэтому это Ну какая-то моя такая энергия Мужская Заземленная Как бы такая Асексуальная Ты думаешь, что это вот Твое как раз Это моя природа Где это какая-то очень глубокое Мое зерно Оно на сопротивление Я говорила о том, что мне как бы проще Когда вся среда вокруг Меня немножко поджимает У меня тогда активируются Все мои источники энергии А есть у тебя какие-то наоборот Женские проявления Прям максимально феминные проявления Да Когда ты там наряжаешься куда-то Цветами себя окружаешь Да, да мы сейчас снимали Я просто как котик стояла Вот прям в этом образе Мил-мил-мил То есть ты умудряешься совмещать И жесткость, и прям вот такое Да Причем, например, я в разное время была в разных образах Сейчас, например, у меня период Когда я потеряла ощущение того Какая мне нужна одежда Я очень редко покупаю одежду Мне очень сложно Потому что я как будто Не нашла какую-то новую форму себя Был период, когда я ходила в костюмах мужских Прям, ну то есть просто низкий ход Брюки черные, пиджак черный Потом был период, когда я ушла в бунтарство И у меня было все фриковатое Куртки, надписи розовые Такое вот все было прямо Эклектично Я очень любила этот дух свободы Был какой-то период Такого хай-тек Я называла это современная классика То есть классика, но она была ультрасовременная Это могли быть какие-то странные там Современные материалы Сейчас я немножко потеряла Потому что новый какой-то такой Период в моей жизни А если возвращаться вот к теме кино Как ты сейчас Вот прям совсем сейчас уже После того, как от нас отказались все Практически американские киностудии Как ты сейчас оцениваешь положение русского кино? Сейчас лучше стало или хуже? Даже не так Сейчас стало проще актерам, например Находить какие-то интересные роли и проекты? Стало ли больше вообще проектов? Интересные сложнее Интересных проектов крайне мало На платформах примерно 10% проектов Действительно хороших То есть если они разрабатывают там 30 проектов Из них только 3 Будут реально классными С сильными сценариями Не стало больше сценаристов Им просто неоткуда взяться Я вообще Как бы у меня такая есть немножко Позиция, что у нас не умеют продавать профессии Так вкусно их продать Чтобы я захотела стать сценаристом Чтобы даже я захотела стать сценаристом А как это можно сделать? Рассказывать, что в этой профессии Такого интересного Что она мне даст Помимо там Ну пишешь ты тексты И что? В этом же есть какая-то магия И во мне есть черты Которые мне помогут стать Классным сценаристом Но вот этого обещания И вскрытия моих этих черт Его нету И потому что поскольку я запускаю профессию Талент-менеджер Я очень много усилий Вкладываю в то Чтобы в каждом человеке Найти черты характера Качества Очень многие актеры Вдруг обнаруживают Что я оказывается Гораздо лучше талент-менеджера Потому что во мне Системность, дисциплинированность Я гораздо быстрее сканирую Других людей, чем сам себя И они открывают И такие Оказывается, можно работать в кино Не актером А в другой позиции Продюсером, сценаристом Художником-постановщиком И так далее Вот А как ты относишься к тому Что сейчас Не всегда в кино снимаются Актеры, которые получали Образование актерское Как ты думаешь? Они не всегда нужны Смотри Во-первых, есть проекты В которых нужны живые люди Которые не ходят так Как ходят актеры Актеров за 4-5 лет Там в театральном институте Им дают определенные Академические навыки Которые тебя Как бы Обчищают Обтесывают этот камень А иногда нужен натуральный камень Прямо натуральная ткань Это и авторские проекты Это и Проекты Например, комедийные В которых Актер академически Не всегда выглядит смешно Потому что Он ровно дышит Он не сглатывает слюну в кадре Ты представляешь Человек, который не сглатывает слюну в кадре Который точно знает Что между словами Нужно сделать такие паузы И плюс Не на все роли Нужны актеры Которые учились 5 лет Они же все хотят получать Хорошие гонорары И они заслуживают этого Потому что Ну сорян Я 5 лет отучился в институте Поэтому почему бы нам На позиции На которые не требуется Профактеры Не поставить тех Кто не учился 5 лет Интересная позиция Потому что часто А есть вообще такое Что среди актерской тусовки Таких не актеров Недолюбливают Не могу сказать Нет Это нужно быть Каким-то прям совсем уж там Снобом И человеком узко Как бы узкомыслящим Актеры все-таки Немножко более Как бы открытые Воспринимающие Для тех Кто вот сейчас Например хочет поступать На актерское Ты бы их отговаривала Или говорила Что все классно Надо идти Очень интересный вопрос Отговаривала ли Бы я Кого отговорила бы А кому сказала бы Прям классно Нет Я бы наверное Всем сказала да Чтобы понять Твое или нет Но какие Есть какие-то Может быть Разбитые мечты Которые часто Ты встречала Разбитые мечты Это быстрый успех Мгновенный Разбитые мечты Это огромные гонорары Потому что Актер Несколько лет Может вложить На то Чтобы получать Контакты И накопить потенциал А потом вдруг Выливается Масса предложений И это может Действительно быть Пять лет У нас же Есть сезонность На кинорынке Если ты думаешь Что ты за год Станешь суперзвездой Это не так Потому что за год Это только одна весна Это один сезон проб Более того Сериалы производятся На сегодняшний момент Там по два года Это невозможно физически Чтобы так произошло Ну и гонорары В целом Если посчитать То в год Актер зарабатывает Примерно столько же Сколько очень средненький Предприниматель Который как бы Не очень сильно стремится Много зарабатывать Ну и как бы Это нормальный доход актера Если поделить по месяцам А какие твои Самые любимые стороны Этой профессии? Актерской именно Площадка это магия Вот когда я уже Плотно перешла в тренерство Я приехала к актрисе На площадку Которая играла роль От которой я отказалась И я нашла актрису Она прошла кастинг Ее утвердили Я приехала И это Я была потрясена Потому что это все-таки Какая-то аура Вокруг этого места Это совсем другая энергия Ты туда входишь И попадаешь в другой мир И здесь свои правила Своя Какая-то Свой темпоритм Ты выходишь И такой Отряхнулся немножко Так Показалось Как будто бы Как будто бы Как вовсе Да Вот это мне нравится Ну и еще в актерской Наверное когда Есть какие-то магические моменты Когда ты сыграл роль И ты выходишь из персонажа В свою реальную жизнь Это тоже-таки Трансформация необъяснимая Ну и когда ты смотришь Уже вышедший проект И если получилось Создать другого человека Все Ну это просто Смотришь Смотришь проект Вовлекаешься Переживаешь Классно Какой у тебя Любимый фильм С твоим участием? Это главная Отрицательная роль В сериале Завтра я тебя разлюблю Это моя Мне кажется Единственная Главная Отрицательная роль У меня был потрясающий Совершенный партнер Который мне кажется Сделал роль за меня Он на меня Он так сыграл Мою героиню Отношение к моей героине Что это Очень здорово Он это сделал Мишень Незакрытая мишень Потому что я очень долго К этому шла 24 серии Олимпийская чемпионка По биатлону Вот там Да Там другой вообще человек Но самое Вот то после чего Смотри Вот что важно То после чего Я подумала Можно больше Не сниматься Когда я сыграла И поняла Что если в моей жизни Больше вообще Не будет кино Я состоялась Это полный метр Пес рыжий Я играла Девочку Военную медсестру По реальной истории Реальной военной медсестры Я читала ее дневники И читала стихи Которые она написала Это был эпизод У меня было два появления В фильме Одно из которых Это чтение стихов Есть прям отдельный трейлер В интернете По этим стихам Вот тогда Я поняла Все Я не хочу Ниже этого уровня Качества Интереса Погружения В персонажа И тогда Какая-то степень Свободы пришла Потому что Больше Можно Ничего не делать Со мной все в порядке Я состоялась А какой-то проект Который не хочется вспоминать? Что у нас все случилось? Вообще Они офигенные все Я настолько Обожаю кино Я настолько Считаю Что все Что снимается В кино Все Совершенно круто Вообще Актерам можно сниматься Везде Из всего Можно получить Для себя Какой-то творческий Свой фундамент Укрепить Контакты Новые получить Главное Чтобы тебе Не было стыдно Мне не стыдно Ни за один Мой проект Я Снималась Абсолютно В том В чем сейчас Актеры боятся Сниматься Получала за это Большие гонорары Может быть Поэтому Мне не стыдно Потому что Знаю Что с одного Я поехала Я говорила В свое первое Путешествие самостоятельное Со второго Мы купили оборудование Помню Микрофон Колонки Ну это прям Класс То есть Я Считаю Что это Я не знаю Почему Я не жалею Хуже Как бы Типа Я актриса без образования Хуже оно и не может быть Твой Любимый Фильм Какой-то Современный Есть Из русских Из российского То что меня впечатлило В последнее время За последние пять лет Давай так Сериал Который я посмотрела От начала до конца Сезона Это контейнер Прекрасный кастинг Ансамбль Операторская работа Режиссура Актерская работа Все Класс Я крайне редко Вовлекаюсь В российский контент Потому что Я анализирую Его очень много Но это то Что я смотрела От начала до конца Из полных метров Мальчик русский Это авторский Полный метр Я его смотрела По-моему Три раза И могу пересматривать Еще много раз Совершенно Вообще Крутейшее кино А для тех Кто посмотрит Этот сюжет И я думаю Что в Москве Особенно много Таких ребят Как я Например Кто мечтает Каким-то образом Оказаться в кино Но вот Точно Не готов Пока отдавать Время образованию Ты сказала Что в целом Ты относишься к тому Что это да нормально Но вот есть ли Какие-то шаги Или какие-то советы Которые ты могла сказать Что делать Для того Чтобы приблизиться К этому Моя первая реакция Пойти в киношколу На какой-то курс Там Не знаю Два-три месяца По выходным Попробовать Посуществовать Вот в этом режиме Поговорить с такими людьми Попасть на съемочную площадку Это уже все-таки Следующий уровень Но первое Попасть в это окружение Чтобы задавать Глупые вопросы У нас есть рубрика Грузинский тост Где меня угощают Любимыми напитками И Ну Я уже видела Как ты это готовила Поэтому я хочу спросить Что это вообще Потому что я такого рецепта Не видела никогда Это божественный напиток Как говорит мой тренер И я с ним согласна Это кофе С сливочным маслом И жирными сливками Да Я его пью уже Почти три года Начала я его пить Когда играла Спортсменку-биатлонистку Это корневор питания На жирных жирах На жирных Да На животных жирах Я не советую Всем пить такой кофе Потому что нужно понимать Своё здоровье И мне его тренер Прям вот Передал Скажем так Как систему питания Но это потрясающе вкусно Просто потрясающе вкусно Я боюсь Что после этого Айс Латте Вынужден будет покинуть чатик А где-то продают такое вообще В кофейнях В ресторанах Хоть раз видела Нет Но я могу прийти в ресторан Попросить сливочное масло И жирные сливки Ну прежде чем выпить Нужно сказать тост Поэтому Ты считаешь себя Счастливым человеком Да А почему Вот какие причины Для счастья есть Потому что Я получаю Бесконечное удовольствие От того что я делаю Это нужно людям И на этом строится Моя финансовая безопасность И при этом я знаю Что я всегда что-нибудь придумаю Придумать что Новый сценарий Новую идею Как выжить Не знаю Всё Спорт и мозги Мне в помощь Я в том плане Что я например Не боюсь Конкуренции Потому что Я знаю Что у меня есть Видение Я Из этого видения Буду придумывать Новые проекты И они Бесконечны Это звучит как тост Пробуем твой Твой прекрасный кофе Я прям чувствую Маслечко Как будто бы Ты там растопила Уже бутерброд С маслицем В этом кофе Мягенький Да Это очень жирно Но при этом Сочетание интересное По вкусу Я думаю Что реально Многим станет знакомо Если вот Прикуску есть Бутерброд С маслом вкусный Их запивать кофе Я просто Когда я начала Пить этот кофе Я не ела Бутербродов с маслом Мне кажется Я вообще не помню Что это такое По сочетанию вкусов Но спасибо Что Напомнила тебе Я буду знать Чем я на самом деле Завтракаю Спасибо тебе большое За этот день Это было очень интересно Познавательно И мы ждем комментариев Я думаю Про все Про съемки Про твою прекрасную квартиру Про твоего прекрасного мужа Спасибо Я все внимательно Прочитаю И пусть подписываются На твой инстаграм И на наш канал обязательно Спасибо тебе Пока Субтитры сделал DimaTorzok